Рассказываю свою ситуацию. Я живу на два дома отца, у мамы реже. Мне нужно компьютер купить в дом мамы. Какой-никакой слабенький там, чтобы рисование выкладывать. В тазик руки смывать от угля. У меня очень болит голова и я очень рассеянный. Я взял с собой карточку Сбербанка, пошел в магазин и сказал, я забыл. Затем возвращаюсь, а у меня в кармане снова вернулся. Купил Роутон, картошку. Сейчас ее сделаю. Может голова поменьше будет болеть. Чувствую рассеянность, слабость, головную боль. В игры вообще никакие играть не хочется совсем. Чтобы рисовать, нужно склониться. Из-за этого головная боль усилится. Склониться над доской, над полом. Сплю плохо. Принимаю эти таблетки, которые выписал государственный врач. Они не помогают мне нормально. Но без них я бы вообще спать не мог. Скоро я начну рисовать. Учитывая то, что материалы очень марки, очень загрязняют все вокруг комнату. Надо будет газеты новые постелить. Бумагу постоянно специальную, такую полупрозрачную. И... рисовать. Как получится. Спасибо, кто меня смотрит. Я завел дискорд. Снова там Александр Алёнин на английском. Показал там видео. Называется мой дискорд. Я не умею им пользоваться. Мне... Если бы у меня появилась девушка в жизни не такая, которая... Ну, а вот эти вот, кстати, с которыми я познакомился, которые постоянно у меня деньги занимали, они... Даже на Новый год меня не пригласили никуда. Все... Исчезли после того, как я... Она попросила у меня занять денег на то, чтобы на коньках покататься. Я сказал, я очень занят сейчас. Извини, извини. Я очень занят. Потому что я реально занят был. Я рисовал картины у мамы дома. И... И... С тех пор больше никаких сообщений нет вообще. Полностью забили на меня. То есть... То есть я не человек для них. Я... Просто... Донор денег. Ну, я не обижаюсь на это. Я привык... К такому отношению. В общем, еще раз повторю, извиняюсь. Я действительно больной человек. У меня постоянно... Слабость, боль в голове. Единственное, что дает мне... Что... Что самое лучшее у меня вот... По ощущениям в жизни. Это баня. Я после бани чувствую себя... Лучше всего. Дышится легко. Такое ощущение во всем теле. Ну... Особенно в шейно-плечевом отделе. Почему-то баня вот именно на меня действует. Это единственное, что есть в городе. Что на меня действует хорошо. Остальное... Остальное... Ничего здесь нет. Здесь, кстати, даже проституции нет. Ее все закрыли. Вообще ничего нет. Я... Насчет... 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 Путан... Я... Подумывал. Но... Я... Не знаю. Если это... Как-то... Красноярск... Путан... Путану... Как-то найти там типа... И... Час провести с ней, то... Ну... За деньги. Если это... Облегчит мою депрессию. И... Как-то... Разве... Сделает меня так, что я буду чувствовать себя в голове... Лучше. Хотя... Может быть наоборот. Может наоборот быть... Так, что я... Почувствую себя настолько плохо, что... Роскомнадзорность прямо в том же Красноярске. После этой Путаны. Я не знаю. У меня нету сил... Ни... Ничего, чтобы ехать в Красноярск сейчас. У меня даже руки дрожат. Сейчас... Заварю эту... Картошку эту. Просто вот баня... Облегчает мое состояние. Относительно. Потому что больше ничего не облегчает. И... Может быть... Вот... В Красноярске там... Существует... Такая... Институт этих Путан. Может быть... Если... Просто ради эксперимента... К Путане съездить... То... Если это подействует... Как-то положительно... То получается, что только вот эти два... Действует... И все. А так... Конечно... Я бы хотел, чтобы у меня была девушка. Я бы хотел жениться на ней. Нормальные, добрые отношения. Я не поднимаю руку на женщин. Не... Не изменяю. Даже когда я напиваюсь, я не становлюсь агрессивным. Наоборот. Если бы она... А ей... Этой девушке... Даже... Не надо краситься. То есть... Я... Я как бы против того, чтобы девушки красились. Мне нравится естественная... Красота. И мне нравится даже легкая полнота. И мне... Я... То есть... Если она толстая... Это вообще никак не влияет на то... Какая она... Какой она человек. Я считаю. И... Там у меня был, кстати, случай такой... Я встретился с одной... Вот через Леонардо да Винчик. Мы нормально гуляли. Я выпивал пиво. Эсса или какое-то такое... Ну... Не вот это вот горькое эсса. Все было нормально. В конце я купил ей... Ну... За ее... По ее карточке там ей... Жишку для... Вейпа. И мы нормально общались. Все было хорошо. Вокруг озера гуляли. А затем я захожу, короче... А она меня забанила. И знаешь, что я сделал? Ничего. Я не писал ей ничего. Ничего. В ответ не банил. Ничего вообще не сделал. Просто на меня подумал... Ну... Грустно. И притом я не приставал к ней. Ничего не делал такого. Не навязывался вообще. Ничего. Абсолютно адекватно погуляли. Питом она восхищалась тем, что я в 102-й школе расписал зал картиной. Говорила, фига себе, я общаюсь с человеком, который расписал нам школу. Забанила. Ну, ладно. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...